Методика иноязычного образования. Курс 2. Лекция 9. Лектор Нурмановш Нарфандербайен. Языковые средства, межкультурное общение, произносительные, лексические и грамматические аспекты являются темой данной лекции. План лекций. Произносительный аспект общения, роль фонетических навыков в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции, существующие подходы к формированию фонетических навыков. 2. Лексический аспект общения, роль лексических навыков в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции, систему лексических упражнений. 3. Грамматический аспект общения, роль грамматических навыков в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции, существующие подходы к формированию грамматических навыков и присущие им. Цели и задачи. 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 этого вида навыков. Появляется соскальзывание произношений на нормы родного языка. Фонетические навыки утрачиваются, и школьники испытывают трудности коммуникативного характера. Не меньшее значение для коммуникации имеет и интонация, несинтагматичность речи. Неверные интонации могут исказить смысл высказывания. Без владения правильной интонацией невозможно выразить основные речевые функции. Подтвердить, возразить, усомниться, попросить, предложить и т.д. Нормальному пониманию способствуют фразы в ударении нормальный темп. Немецкая, французская, английская речи гораздо быстрее русской. У школьников, как правило, темп речи довольно низок, поэтому отсюда и ломанная интонация. Таким образом, корректное произношение предполагает сформированность навыков артикулирования звуков и звукосочетаний, владения интонацией, а также умение расставить ударение в соответствующую норму изучаемого языка. Методики известны. Два основных подхода к обучению данному аспекту – артикуляторный и акустический. Широкое применение данных в различных учебных заведениях получил подход, построенный на грамотном сочетании обоих подходов, который называется дифференцированный. Итак, первый – это артикуляторный подход. Основные теоретические положения данного подхода были разработаны учеными-лингвистами Грузинской и Колосовым. Согласно их теории, выделяют три основные типологические группы фонем – совпадающие в обоих языках, несовпадающие, частично совпадающие. Основные положения артикуляторного подхода начинать обучением астрономному языку следует с постановки звуков, для этого неокладим вводный квалинический курс. Каждый звук должен быть тщательно отработан в отдельности. Отсюда были определены основные этапы работы со звуком. Ориентировка. Первое. Учащие внимательно знакомятся с тем, в каком положении должны быть органы речи при произнесении звука. Второе. Планирование. Поняв суть инструкции, обучаемые должны поставить свои органы в нужное положение. Органы речи. Третье. Артикулирование или собственное произнесение звука. Четвертое. Фиксирование. К произнести от звука надо на некоторое время сохранить органы речи в нужном положении, чтобы лучше запомнить и зафиксировать это положение. Пятое. Отработка звука в системе айфонических упражнений. Построена с учетом как межязыковой, так и внутриязыковой интерференции. Изучаемый звук произносится в различных комбинациях с другими звуками, словах и словосочетаниях. При этом считается совсем необязательным знать значение произнесенных слов. Второй подход. Акустический. В данном случае упор делается не на сознательное усвоение особенности артикуляции, а на слуховое восприятие речи и имитацию. Усвоение звуков идет неизолированно, а в речевом потоке, в речевых структурах и моделях. В основе упражнений лежит повторение или имитация. Чистоте фонического навыка не придается большого значения. В условиях краткосрочных курсов обучения иностранному языку этот подход полностью оправдывает себя. За 1-2 месяца слушатель подобных курсов должен освоить разговорный язык, чтобы суметь выжать в стране изучаемого языка. Интенсивный метод отдает предпочтение формированию аудитивных навыков. Именно поэтому столь высок процент аудирования на этих занятиях. Для общеобразовательной школы в чистом виде этот подход не годится, так как слишком велик процент ошибок. Дифференцированный подход. Этот подход предполагает использование различных рецепторов, различных анализаторов для формирования всех сторон фонетического языка навыка. Здесь, как и в акустическом подходе, большое внимание уделяется аудированию, но не только аудитичной речи, но и специально адаптированной дидактической речи учителя и диктора фонозаписи. Не исключается и возможность объяснения способов артикуляции звуков. Однако, в отличие от артикуляторного подхода, это не обязательно происходит с помощью специальных терминов. Предпочтение в данном случае отдается более доступным и понятным объяснением. Например, в книге для учителя к учебнику английского языка для 2-го класса «Школ с углубленным изучением» Верещагины предлагает объяснить английский звук «р» через краткий звук «а» через русский звук «а». Поэтому положение органов речи при артикуляции у них очень сходное. Итак, при осуществлении говорения письма необходимы следующие навыки умения и знания. Продуктивные навыки, рецептивные слушания и чтения, социокультурные знания и умения в области лингвистических знаний в области лексики. Основная роль, цель работы над лексикой в школе состоит в формировании лексических навыков. В программах для общеобразовательных учреждений определены конечные промежуточные требования к владению лексическим минимумом. За курс обучения в средней школе учащиеся должны усвоить значение и форму лексических единиц, уметь их использовать в различных ситуациях устного и письменного общения, овладеть навыками лексического оформления порождаемого текста при говорении и письме, научиться понимать лексические единицы на слух и при чтении, при осуществлении говорения письма необходимы следующие навыки, умения и знания. А. Это продуктивные навыки. Правильно выбирать слова-словосочетание в соответствии с коммуникативным намерениям. Правильно сочетать слова в синтагмах и приложениях. Владеть лексикой с смысловыми лексико-тематическими ассоциациями. Сочетать новые слова с ранее усвоенными. Выбирать строевые слова и сочетать их со знаменательными. Выбирать нужное слово из синонимических и антонимических оппозиций. Выполнять эквивалентные замены. владеть механизмом распространения и сокращения предложений, приспосабливаться к индивидуальным особенностям говорящего, обладать быстрой реакцией и другое. Второе – это рецептивные навыки, слушание и чтение. Здесь уметь соотносить звуковой и зрительный образ слова с семантикой, узнавать и понимать изученные слова словосочетания в речевом потоке в графическом тексте, раскрывать значение слов с помощью контекста, понимать значение слов с опорой на звуковые и графические признаки, аффиксацию, заимствовать слова и т.д. Дифференцировать сходные позвучения написания слова, владеть механизмом рецептивного комбинирования, широко пользоваться прогнозированием и ориентирами восприятия для создания установки на выполнение определенной деятельности с новым или ранее усвоенным лексическим материалом. В – это социокультурное знание и умение в области лексики. Здесь предполагается знание безэквалентной лексики, умение понимать ее в тексте, в том числе с использованием справочников. Знание лексики, обозначающей предметы и объекты повседневного быта стран, изучаемый язык, денежные единицы, меры веса, длины, обозначение времени, дорожные знаки и другое. Знание речевых и этикетных формул, особенности обращения взрослых детям, школьников, учителям, партнеров по общению в различных возрастных социальных групп, умение строить речевое поведение в соответствии с нормами общения, принятые в стране, изучаемые языки. Следующее – это лингвистические знания в области лексики. Здесь предполагается знание правил, словообразование, лексические единицы и их сочетаемости. Знание строевых и служебных слов, как средство связи в предложениях и текстах. Знание этимологии различных слов. Знание понятий, значение которых выражается по разному в различных языках. Для речевой деятельности необходимы два вида упражнений – для формирования речевых навыков, условно-речевые, для развития речевого умения – речевые упражнения. Все лексические упражнения делятся на две категории, направленные на запоминание его семантики в единстве с произносительной грамматической формой и формирование сочетания слов смыслового характера. Это набор упражнений первой категории. Назвать упражнений на картинках предметы, изображенные. Выбрать из ряда слов одно соответствующее данной теме. Образовать с этим словом предложение по образцу. Второе – это набор упражнений второй категории. Упражнений здесь. Подберите из разнообразных слов словосочетания. Постройте сочетание, обозначающее принадлежность данных предметов членам вашей семьи, друзьям и т.д. Методы и приемы. Игровой метод – мяч, используя мяча. Метод компьютерной техники, технологии сети интернет. Стихи и рифмовки. Работа с песенными материалами. Вводится много новых слов. Потребление лексики в ситуациях, приближенных к естественной обстановке. Игра учителя. Времена года. Ученик называет предложения, дети откатывают времена года. Следующий. Учитель читает текст, дети запоминают отдельные слова, читают второй раз, записываются в группы слов. Затем восстанавливает память и рассказ. Девятые – это кроссворды, анаграммы, лото в картинках, сюжетные, ролевые игры. В ресторане, библиотеке, у врача и т.д. Дети придумывают небольшие рассказы, где встречаются новые слова. Статача «Обучение грамматики» состоит в формировании учащихся на грамматических навыках и продуктивных, рецептивных видах речевой деятельности в пределах определенного программного грамматического минимума. Коммуникативная цель обучения грамматике в средней школе позволяет формулировать основное требование к объему грамматического материала, подлежащую усвоению. Он должен быть достаточен для использования языком как средство общения заданных программных пределов и реальным для усвоения его данных условий. Поскольку в школе нет возможности для владения учащимся всем грамматическим строем иностранного языка в силу его обширности и трудностей формирования грамматических навыков, необходимо определенное весьма значительное обраничение в отборе грамматического материала и прежде всего тех грамматических явлений, которыми учащиеся должны владеть активных, продуктивных и рецептивных видов речевой деятельности. При обучении грамматики выделяют два основных подхода. Структурно-функциональный подход к организации грамматического материала, при котором игнорируются такие качества речи, как средства коммуникации, логика смысловая, тематическая, сюжетная и т.д. связанность. В конкретной речевой ситуации и речевом контексте языковая модель становится речевой моделью. При таком подходе лексика играет служебную роль во владении синтаксическими структурами или речевым образцами. Она является подстановочным материалом для выполнения этих структур, не связанных друг с другом коммуникативно, то есть логика в смысловом плане. Между тем, в лексике в первую очередь реализуется содержательно-коммуникативная сторона речевой деятельности. Некоторые из грамматических конструкций сложны для общения, обобщения и объясняются как лексические единицы. Такое изучение грамматики обозначается термином лексический подход и сводится к тому, что грамматическое средство вводится вне системы как отдельное слово или оборот. Лексическое объяснение грамматики применяется на начальном этапе 2-3 класса и в тех случаях, когда речь идет о грамматических исключениях, так как известно, что сущность грамматики состоит только в общих правилах. Все исключения относятся к лексике. При лексическом подходе используются индукции. Лексический или тематический ситуативный подход в организации языкового материала проявляется в том, что уже в самом начале обучают содержательной коммуникативно-полноценной естественной речи. Грамматический аспект речи при этом растворяется в лексическом, и поэтому грамматическая правильность речи определяется случайными факторами, например, характером непроизводных запоминаний, которые у разных учащихся бывают разные. Вопросы для закрепления Есть какие упражнения существуют при обучении произнотельному аспекту общения, упражнения обучению лексическому аспекту, какие есть упражнения обучения грамматическому аспекту и места данных видов речевой деятельности в процессе обучения странным языком. Литература